Продолжение следует... Из фильма «Семнями». Это кино, а так он Сеня Морозов. Сеня! Сеня! Ну, в чем дело? Внимание. Внимание, оркестр! Внимание, осветители! Операторы, внимание! Как скажу, три, зажигаешь, понял? Раз, два, три, насчет три зажигаешь, понял, да? Понял, да? Раз, два, Два, три! Эх ты, тебе действительно не семь, а двадцать семь янек будет мало. Безобразие! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Друзья, вот мы сегодня собрались в телевизионном кафе. И нам кажется, что мы имеем право сегодня вспомнить об одном событии минувшего года. Правда, маленьком событии, незначительном, телевизионном событии. В этом году, дорогие друзья, родился наш голубой огонек. 42-й раз он зажегся сегодня. В архиве нашего телевизионного огонька хранятся полтора миллиона ваших улыбок. 531 ваша насмешка. Несколько тысяч ваших писем. Несколько сотен эстрадных номеров. Тонны музыки. Километры кинопленки. И даже несколько острот. Ну, в общем, давайте сегодня все вместе вспомним наши прошлые встречи у голубого огонька. Как это, архивы? Поднимем. Поднимем архивы и постараемся отыскать среди них ваши улыбки, хорошие шутки и удачные номера. Согласны? Согласны. Ну, знаете, я думаю, что вспомнить все нам будет очень сложно. Я предлагаю положиться на его величество случаев. Правильно. Я предлагаю, товарищи, чтобы воспоминаниями нам служила обыкновенная лотерея. Согласны? Согласны. Отлично. Пожалуйста, лотерею сюда. Сюда. Представители от каждого столика, подходите сюда и берите билеты. Счастливые, хорошие билеты. Да, пожалуйста, пожалуйста, пошли. Пожалуйста, давай, зазывай, зазывай. На весь столик. На весь столик, да. Ну, не больше, не больше. Вот из этого уголка тащите. Вот здесь самые щасливые. Самые щасливые. А там? А там нет. Ну, тоже хорошие дорожки. Берите. Я тоже возьму. Берите. Товарищи, все взяли билеты? Нет. Сейчас мы их зарядим в нашу кибернетическую кинопроекционную и тогда посмотрим, что из этого получится. А с парка? А пока вас выручат. Как вы думаете, кто? Ведущие. 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 Отчего так хорошо, от того, что ты мне просто улыбнула. Отчего так хорошо, от того, что ты мне просто улыбнула. Да гляди, гляди, гляди на небоскорь, как и я не помню в облачной пицце. Отчего, отчего, отчего гармонь поет, от того, что кто-то любит гармонинка. Отчего гармонь поет, от того, что кто-то любит гармонинка. Отчего, отчего, отчего Гармонь пою? Отчего, 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 отчего жизни. Прелестные летние платьицы цвета бордо, зловещего цвета бордо. Для второй девочки мы рекомендуем песочничек желтого цвета. В виде обязательного дополнения мы рекомендуем трико с напуском у колен. А сейчас вы увидите нарядное платье для молодой девушки, посещающей кафе Айлита и молодежной. Красные чулки и пестрые юбка в обтяжку прекрасно подчеркиваются шляпкой из чернобурки, недорогой шляпкой из дорогой чернобурки. А эта модель демонстрируется под девизом мечта пижона. В этой модели мы предлагаем полное освобождение кроя, сочетать с полной свободой мыслей. Прекрасным дополнением является борода. А сейчас перед вами уютный домашний калатик, который создает образ привлекательной молодой жены, стремящейся и дома выглядеть красиво и элегантно. Очаровательное кимоно черного цвета с красными пионами свободного покроя и элегантный золотой медальон, который мы именно рекомендуем к домашним халатикам. Девиз костюма – наш уголок нам никогда не тесит. А это перед вами модель, созданная по мотивам зарубежных жены. Изящный вечерний туалет из натуральной мешковины или рогожки. Отделка, ожерелье из сушек и черного хлеба. Расход 300 грамм сушек и 400 грамм черного хлеба. И в заключение – выходной наряд для посещения художественного театра после работы. Скромное элегантное платье цвета буртона. Приятным дополнением служит шляпка того же цвета и яркий газовый шарфик с дрожьми. Мы благодарим вас за внимание. Отчего у нас в поселке у девчак переполох, Кто их поднял за ранок, Кто их так встревожить мог. На попытку едет молодой моряк, В грудь его в медалях лентом якоряк. ПЕСНЯ За рисовой настосодором Стали девушки гурьпой. Здравствуйте, сказали хором, Черноморский наш герой. Каждой руку жмет он И глядит в глаза, А от нас смеется Солова селезня. ПЕСНЯ Полегоньку отдыхает У родителей к дому, В гуром девушки вздыхают Мы не нравимся ему. Ни при чем наряды, Ни при чем фасон, Ни в одну девчонку Не влюбился он. Шутит, ходит он со всеми, Откровенно говорит, Как проснулся тот час же море У меня в ушах шумит. Где под солнцем юга Жить бездрежная, Ждет тебя, подруга нежная, Где под солнцем юг. Жить бездрежная, Ждет меня подруга нежная. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Итак, работает АТС «Голубой огонек». «Голубой огонек» 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 КОНЕЦ Сеня, тебе пора домой. Дома будут беспокоиться. Ну, они же меня по телевизору видят. Ну, мы же условились. Ну, пора так пора. Пора. Ну, только можно я скажу два слова? Только два. Кончается старый год, и с ним кончается мое детство. Я хочу от имени всех моих сверстников, всех, кому в новом году исполнится 18, сказать большое спасибо всем нашим добрым няням. Наступай, наше завтра, скорей, поскорей. Распогнись, распогнись, небосвод. Мы гоняли вчера голубей, голубей. Завтра спутников пустим в полет. Пусть летят они, летят. И нигде не встречают преград. Пусть летят они, летят. И нигде не встречают преград. И вот сейчас, товарищи ведущие, я думаю, мы должны сейчас собраться с вами здесь все сюда. Прошу вас, господинчиков. Потому что сейчас наступает самый, я бы сказал, торжественный и самый, я бы сказал, такой ответственный момент. Это момент вручения подарков. Я думаю, сейчас мы приступим уже непосредственно, так сказать, к самому трепетному делу. Раздачи подарков. Дорогие друзья, мы рады, что сегодня среди нас находится славный представитель армии советских ученых, заместитель председателя астрономического совета при Академии наук СССР, доктор физико-математических наук, профессор Алла Генриховна Масевич. Алла Генриховна, мы знаем, что у вас есть паспорт на Луну. И вот поэтому мы решили преподнести вам подарок с нашей елки. И мы уверены, что в очень скором времени настоящая Луна будет в руках наших советских ученых. Тихону Николаевичу Хренникову, как первому секторю СССР, мы подносим вот эту связку музыкальных ключей. Вот уже 40 лет вы, советские композиторы, открываете наши сердца этими ключами. Мы желаем вам долгие-долгие годы занимать эту ключевую позицию. А наши сердца открыты для хорошей музыки, хорошего фильма, хорошего спектакля. Дело за вами, мастера искусства. Дорогая Лея Фимоновна, на ваши прекрасные слова в адрес советских музыкантов я должен был бы ответить большой благодарственной речью. Но время дорого, скоро уже Новый год. Так что позвольте вам только сказать большое спасибо. Дорогие друзья, всех нас елочка радует только раз в году. А вот Анна Денисовна Довженко, знатную доярку колхоза десятилетия октября Черниговской области, елочка радует целый год. Дело в том, что елочка находится у нее на ферме. Доильная, своего рода конвейер для буренок. Анна Денисовна, мы просим вас принять в подарок нашу новогоднюю елочку и пусть она украшает вашу трудовую елочку. Большое спасибо. Я хочу, чтобы таких трудовых елочек было с Нового года еще больше. И пусть они дадут начало новым молочным рекам. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлетался до весны старый мяч футбольный, нынче первенством страны. Многие довольны, хоть задача нелегка, Новый год встречая солдатов Спартака. Всем, друзья, желаю! Муранты полночь бьют на Спасской башне, К нам Новый год спешит на огонек. И хоть хорошим был наш день вчерашний, Пусть каждый завтажней идет на шаг вперед. И хоть хорошим был наш день вчерашний, Пусть каждый завтажней идет на шаг вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ А этот наш новогодний подарок самым прилежным, Самым удачливым ребятам спортивного первого класса А. Разрешите преподнести этот новогодний подарок Классному руководителю Николаю Петровичу Старостину и Старости класса Игоря НЕТТО. Ваше слово, Николай Кривович. Предлагаю тост за дальнейшее повышение Класса советского футбола, за его большие международные успехи в наступающем 63-м году, за усиленную и успешную работу всех футбольных команд, которым желаю в сезоне 63-го года достичь вершин творчества и удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Я все цело согласен с тостом Николая Петровича. Мне бы очень хотелось, чтобы наш футбол был более техничным, более зрелищно красивым. Поэтому я предлагаю тост за футбол, который бы приносил нашим зрителям, нашим болельщикам, больше эстетического удовлетворения, больше радостей. АПЛОДИСМЕНТЫ А я предлагаю тост за наших чудесных болельщиц и болельщиков. Желаем радостно встретить 63-й год и в будущем сезоне еще больше болеть, находясь в добром здравии. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и не забудьте выпить за жен, пожалуйста. За всех жен наших спортсменов и болельщиков. Я на собственном опыте знаю, как от нас тоже много зависит. Желаем всем счастья и радости в 63-м году. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, мы долго думали, что нам подарить нашим дорогим гостям, членам бригады коммунистического труда завода «Красный пролетарий». Дело в том, что эта бригада, которой руководит Семен Яковлевич Смыслов, в этом году сделала так много чудесных, дорогих, трудовых подарков нашей Родине. И мы решили преподнести вам в подарок модель нашей телевизионной башни. АПЛОДИСМЕНТЫ Пусть она в 63-м году новой несет известие об успехах всех бригад коммунистического труда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Новых побед вам, друзья! Доброго здоровья! Творческих успехов! Благодарской силы! Великих свершений! Новых друзей! Вечной молодости! Крепкой любви! Радости и веселья! Мира и счастья вам, дорогие друзья! Бьем за север седой И за плавенный нюх Бьем за старых друзей И за верных подруг Бьем за тех, кто ведет По морям корабли Кто в труде создает Все богатства земли И за верных подруг Бьем за тех ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вальс, вальс, вальс ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Счастливого года желанный приход ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Первый тост поэту Степану Щипачеву. АПЛОДИСМЕНТЫ 1963 год. Пускай трудом, бессмертною строкой, упрямой славою изобретений и датами не смерти, а рождений останется он в памяти людской. Дорогие товарищи, позвольте всех вас, всех, кто находится в эти минуты у телевизионных экранов, поздравить с Новым Годом, пожелать счастья, успехов и самого главного, о чем все мы думаем, мира на земле. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень хочется, чтобы в первые минуты Нового Года прозвучала песня «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашень и полей, и у берез и тополей, «Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, «Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?» Не только за свою страну, солдаты гибли в ту войну, А чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли, Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, «Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?» Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять Солдаты подали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, «И вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?» Мы вспомнили эту песню в новогоднюю ночь, Потому что для всех, для нас нет ничего дороже и желанней мира. Дорогие друзья, я надеюсь, что все вы, конечно, узнали наших дорогих гостей Георга Карловича Отца и композитора Эдуарда Савельевича Калмановского. Простите, Алла Юрьевна, вот сейчас все присутствующие интересуются, И очень много звонков к нам поступает, говорили о каком-то паспорте. Что это за паспорт? Ну что это за паспорт? Вот расскажите, пожалуйста. Это паспорт на Луну, который я получила во время Международного конгресса астронавтов в 1957 году. Это было в Барселоне, в Испании. Конгресс это состоялся как раз в те дни, когда был запущен первый советский спутник. И чтобы отметить это действительно замечательное событие, Местное общество астронавтов решило всем делегатам конгресса выдать вот такую зеленую книжечку, на которой напечатано на испанском языке, что обладатель этого паспорта имеет право на внеочередную посадку на первый космический корабль, который летит на Луну. Кроме того, на обратной стороне напечатано обращение ко всем жителям других планет с просьбой оказывать всяческое содействие обладателю этого паспорта. Очень интересно. Видите, какие у меня хорошие перспективы. Вот это, конечно, была очень милая шутка тогда. И авторы этой шутки вряд ли тогда думали всерьез о том, что не пройдет и трех лет, как вторая советская космическая ракета окажется на Луне, и пройдет еще какой-нибудь месяц, и третья космическая ракета сфотографирует обратную сторону нашего ближайшего к нам небесного тела Луны. Вот в связи с этим мне и бы хотелось поднять небольшой тост. Давайте выпьем за здоровье наших ученых, за то, чтобы наука и дальше так же развивалась такими же темпами, и давайте выпьем также за то, чтобы вопрос о паспорте на Луну, о прописке на Луне, а может быть и на других планетах, превратился бы из шутки в серьезный практический вопрос. Хорошо, товарищ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 телевизоров. Они чаще встречались с мастерами искусств, с любимыми и популярными артистами. Мы всей душой, конечно, присоединяемся к вашему пожеланию. Вот одной из телеграмм, позвольте мне сейчас прочитать. Мастерам искусств. Есть театры малый и большой. Ты туда стремишь со всей душой. В них творишь вчера, сегодня, завтра. Но не сотвори из них кумира. Помни, в здании телетеатра сразу умещается полмира. Следующий тост Мария Миронова и Александр Минакер. На деревьях сини-ини, никуда не загляни. Зажигает вечер зимний, новогодние огни. По неписанным законам наступает снова срок. Нам собраться на знакомый, новогодний огонек. В этот вечер новогодний повстречались мы опять. С Новым годом, товарищи! Все друзья пришли сегодня. С Новым счастьем! В полный пору, так сказать. Даже летчик из Икарки, старый школьный наш дружок, прилетел сюда на яркий, прилетел сюда на яркий, на московский. Огонек, огонек, огонек. За столом сегодня тесно. Только это не беда. Не беда. По традиции известной, нам и выбран тамада. Да. Полночь близится, и пробки ударяют потолок. И в Вене искрится робко, и в Вене искрится робко, золотистый огонек. Огонек, огонек, огонек. Над Москвой неторопливо звон курантов вдаль плывет. За минувший год счастливый. За счастливый Новый год. И зато поднимем чарки, чтоб на тысячи дорог. Нам светил повсюду ярко, нам светил повсюду ярко. Новогодний огонек, огонек, огонек. Слово героя Советского Союза, заслуженному мастеру спорта, члену Советского комитета ветеранов войны, Марине Павловне Чечневой. Пожалуйста. Мне приходилось не раз поздравлять с Новым годом своих сослуживцев, однополчан, друзей. Но впервые мне приходится поднимать новогодний тост перед такой большой многомиллионной аудиторией. И в этот час мне хочется поздравить с Новым годом всех замечательных советских летчиков, отважных парашютистов, планеристов и всех будущих героинь и героев космоса. С Новым годом! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Идем ветераном возле, Оставьте же нам космонавты, Хоть пару хороших планет. Оставьте же нам космонавты, Хоть пару хороших планет. ПЕСНЯ Оставьте же нам космонавты, Хоть пару хороших планет. Оставьте же нам космонавты, Хоть пару хороших планет. Дорогие друзья, позвольте вас всех и всех советских людей поздравить с наступившим 1963 годом. Пусть Новый год принесет всем советским людям много радости и много счастья. А мы, деятели культуры, постараемся умножить свои усилия по созданию духовных ценностей для наших людей. Чтобы эти духовные ценности отражали великий подвиг нашего народа по строительству коммунизма. Будьте здоровы и будьте счастливы! Товарищи, следующий тост произнесет наш гость хлопкоропый солнечный ферганы, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета Союза СССР Мелькузи Умурзаков. Решите поздравить вас с Новым годом! Слава Ивановна, как хорошо, как хорошо, что вы пришли сюда на новогодний вечер. Мы рады вас поздравить в этот первый новогодний день, поздравить вас первыми, первыми в эфире с присуждением вам высокого и почетного звания народной артисты. Друзья, попросим, попросим Клавдию Ивановну спеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотри на меня ПЕСНЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Антон Фомич сидел в печали. Он был расстроен от того, что год кончался. И терзали противоречия его. Как шахматист над сложным ходом, задумавшись, он стал решать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА себя хотел. Нет, надо действовать с подходом и очень точно рассчитать, кого поздравить с Новым годом, кого не надо поздравлять. Вот подчиненных, без сомнения, поздравить нужно. Впрочем, нет. Но если это поздравление уронит мой авторитет. Ведь поступив подобным родом, могу я снова прогадать и тех поздравить с Новым годом, кого не надо поздравлять. Одних поздравишь, не заметят, других поздравишь, не ответят. Один заявит под халим, другой, взглянув на телеграмму, пойдет в мяском и скажет прямо, что я заигрываю с ним. Нет, нет, как муха в банку с медом, я не намерен зря влипать. Кого же надо с Новым годом, кого не надо поздравлять. Антон Фомич в тоске, в смятении. Но мы тут права ни при чем. Ведь мы вас только на мгновение свели с Антоном Фомичом, чтобы посмеяться над уродом и чтобы вам долго не решать. Кого поздравить с Новым годом, кого не надо поздравлять. Но это мы предоставим решать Антону Фомичу. А мне, актеру любезному, разрешите поздравить с наступающим Новым годом наших дорогих телезрителей. С Новым годом, дорогие товарищи! Поет Иосиф Кобзон. В Новом году мне хочется исполнить новую песню, которую написали композиторы Аркадий Островский и поэт Лев Ашанин. Они решили не оставлять тему ставшей популярной песни «А у нас во дворе» и написали новую песню, которая называется «А у нас во дворе» и написали «А у нас во дворе» и написали «А у нас во дворе» «Нам пластинка поет и проститься с тобой все никак не дает». «Не отнимай свою руку, пожалуйста, как бы судьба ни сложилась для нас». «Завтра забудь меня, маме пожалуйся, но поцелуй на прощанье хоть раз» «И опять во дворе» «Нам пластинка поет и проститься с тобой все никак не дает». В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере глупые все тебя мучает одно. Как бы подружки твои не увидели Да старики, что стучат домино И опять во дворе нам пластинка поет И проститься с тобой все никак не дает Ты не грусти, может быть еще встретимся Я от тебя не сбегу никуда Сколько в пути не пробуду я месяцев А возвращусь вот на вечер сюда И опять, и опять, и опять, и опять И опять во дворе нам пластинка поет И проститься с тобой все никак не дает И опять во дворе нам пластинка поет И проститься с тобой все никак не дает Слово герою Советского Союза Контр-адмиралу Ивану Александровичу Колышкину Разрешите, дорогие товарищи телезрители Поздравить вас с Новым годом Пожелать вам счастья, радости в труде Воинам Советской армии и военно-морского флота Пожелать боевых успехов в боевой подготовке Всем морякам пожелать счастливого плавания За тех, кто в море, дорогие товарищи Борис Романович Гмыря Дорогие друзья Сегодня мне хочется поздравить Не только присутствующих здесь А и тех друзей, товарищей Которые сидят сейчас за праздничным столом И встречают замечательный Новый год Я хочу пожелать вам крепкого здоровья И больших успехов в труде АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЁТ НА АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЁТ НА АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Какие-то маловато, очень скучно, девчата Но здесь и без ребят, теперь одни, девчата Какие-то маловато, очень скучно, девчата Но здесь и без ребят Я давно не видел экран парней весёлых Конечастых героев с нетерпением Я dishwasher вы сказки по-скорее Как они нарежат серуину, когда же, ребята За помощью, скажите по-скорее Как они нарежат серы, ну когда же, ребята Артисты Московского театра опереты Нелли Крылова и Николай Каширской. Вот и настал вечер милый, Для всех встреч и новое счастье нас ждет. Как хорошо вместе с другом Своим вместе встретить наш радостный год. Словно пеской яркой Даже в ночном парке стало намного светлей. Даже в морозе не тает В страшных ливних теплых улыбок друзей. Для вас, для вас Огни горят кругом. Для вас, для вас Сегодня мы поем. Для вас, для вас Веселье в этот час. И Новый год Любовь несет только для вас. Как хорошо рядом с добрым Твоим взглядом Весь этот вечер нам быть. Как я хочу всюду там Девять год Буду счастье с тобой уделить. Верно, не зря С Новым год нам пришел, Но бы все его рады встречать. Вот и хотим вместе с другом Своим вместе счастье И вам всем пожелать. Для вас, для вас Огни горят кругом. Для вас, для вас Сегодня мы поем. Для вас, для вас Веселье в этот час. И Новый год Любовь несет только для вас. И Новый год Любовь несет только для вас. Для вас, для вас Веселье в этот час. И Новый год Любовь несет только для вас. Слово поэту Борису Гайковичу. Уже на холодной Камчатке Пушит новогодний снежок. Живет на Камчатке в палатке Геолог, мой старый дружок. Мы с ним прошагали полсвета, Он вынес меня из огня. И если я выпью за это, Никто не осудит меня. В далеком заснеженном Бийске Двенадцать, наверное, бьет. А в городе этом сибирском Приятель старинный живет. Пусть он агроном неизвестный, Еще не лысенко пока. Но выпьем, товарищи, вместе За новое счастье дружка. Уже новогодний Пороший Метет седовласый Урал. И тут мой приятель хороший Давненько его не видал. Возводит он новые домны, Стране он известен давно. За друга, за труд его скромный, Не выпить, конечно, грешно. Я вижу счастливые лица Строителей новых чудес. По рельсам незримым к столице Летит новогодний экспресс. И кто-то за наше здоровье Поднимет бокалы, как я. Во Львове, Тамбове, Ростове, Повсюду сегодня, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово, Артуро Эйзену. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Я не люблю подхалимажа» «И сам отнюдь не подхалим» «Я разойтись во мнение даже» Могу с начальником своим Не стану вторить в унисон Когда неправ бывает он Я спорю с ним, я спорю с ним Поскольку я не подкалил Совсем не подкалил Он не хотел свое рождение Банкетом пышным отмечать От состоящих в подчинении Дары стеснялся получать Но я на этом настоял Его я первый поздравлял И сел как равный рядом с ним Поскольку я не подкалил Совсем не подкалил Себя спортсменом он считает Выходит в дождик без пальто Но я ему не батакаю Не уступаю ни за что Я возражаю строго Нет, позвольте, вам не 20 лет И зонтик сам несу над ним Поскольку я не подкалил Совсем не подкалил Пошли мы как-то на охоту Начальник утку подстрелил Хотел он пса послать в болото Но я его опередил Ваш песик может утонуть Я сам достану как-нибудь Я спорил с ним, я спорил с ним Поскольку я не подкалил Совсем не подкалил Теперь я, впрочем, с ним не спорю Его хотят как будто снять Но раз у человека горе Ему не стоит возражать О нем где надо решено Но мне, конечно, все равно Я буду спорить и с другим Поскольку я не подкалил Совсем не подкалил А сейчас мы предлагаем вам всем Принять участие в нашем маленьком Импровизированном концерте Сейчас Георгий Дударев Исполнит монолог Боярина Тугай Редедина Из моей оперы Фрол Скобей Этот старый боярин Вспоминает свою молодость И грешки, связанные с этим возрастом Как он увозом брал девок Тоскует дочка Видать, пора настала Да, но ни жениха Не сыщешь по Москве Все на приданные глаза свои тараща Мусами в кармане не шиша Ох, сухо дерево Монашка все перед глазами Ух, хороша От бабы все грехи Вот как бы ни года А то бы стариной он так грехнул Что всем на изумление Всех нонешних за поезд бы заткнул Куда им жил породом до Парфена Эй 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 Ночью осенней, ночью безлунную Ветру навстречу, да в темень, что глаз сгали С актаном с рапидом, звоним бубельчиком Конитом мчатся, белым взмыленным Конитом мчатся, белым взмыленным Конитом возом так скачет с погони С гихом да с присвистом С качпой и раками Эх, из беды выносите родины Конит, парфеновый, заклы дьяволы Конит, пугайся, не плачь, моя милая Конит, дрожи, как листок перед бурью Пусть из очей твоих слезы не льются Пусть твои губы мне улыбнутся Ты подними свои руки, несмелая Да пойми меня, молодца статного Чтоб поцелуями, жаркими, страстными Душу сожгла ты мне, зорюшка, я знаю Гони! В овощу осеннюю ночью безлунную Ветру навстречу, да в темничном глазкале В загнанном трапе, да в звоне губенчиков Они тамчатся, пены взмылены Колю лвозом, так значит, с погони С гиком да с пресвесту скачпу и ракове Эх, из беды выносите, родимые Гони парфеновы, соколы дьяволы Гони! 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 О, Господи, прости мою душу грешную! Дорогие друзья, вас приветствует Лауреат международных конкурсов вокалистов Заслуженная артистка Украинской СССР Зоя Христич Партию рояля исполняет концертмейстер Елена Лектор Украинская народная песня Спать мені не хочется Спать мені не хочется Истон мене не бере Бо нікому приголубить Молодую мене Хай же мене твой любить Ах, кто же мене вірно любить Хай же мене твой мое Окохання в сердце моё Ох, 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 кохання має Ох, 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 кохання має Ой, спаваюсь я у хаті, що ніхто і не знайде А хто ж мене так полюбить, тою всюди знайде А я ж його замилую Чорні очі хатілою, парнички паварю, щіпом пошук на пеку А хто, парнички паварю, щіпом пошук на пеку Ай, дуб до берели, та й схилився нитку А до мене, мій миленький, притулився близько І музики поспішайте та веселі заграйте А я дарю пока, моя девчина така Ох, 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 а я дарю пока, моя девчина така Ох, 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 девчина така Евгений Чепкало АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С выдачной мечтой везде-везде Он предо мной, образ желанный и дорогой Везде-везде Он предо мной А следующий новогодний тост поднимает Владимир Аркадьевич Канделаки Дорогие друзья, вы себе не представляете, как приятно В эту чудную новогоднюю ночь произнести тост мне, представителю жанра опереты Наше искусство, искусство шутки, танца, пения, веселой музыки А ведь в этот вечер все танцуют и все поют Вы знаете, тут несколько товарищей уговаривали меня, чтобы подготовить такой шуточный номер Вернее, шуточное поздравление с песенками, с танцами И чтобы обязательно в нем участвовали актрисы нашего театра опереты Оперета, мол, без женщин жить нельзя на свете Нет, нет, нет Я считаю, что это неверно, несерьезно и неправильно Неправильно Новый год Ведь это все-таки дата И я решил от имени Московского театра опереты Серьезно, по-мужски произнести этот тост А женщины? А при чем тут, собственно, женщины? Сегодня же не восьмое марта Что? Что? Отойдите, пощадите, отпустите, не губите Вы не сможете, учтите, обойдите без нас Да Без женщин мужчина не ждал И крючка не пришлет он к бойцам Кто без вас приготовит обед? С нами нет, 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 нет Да без женщин весь быт ваш не прост Так за женщин сегодня наш гост Пусть однажды из них наступающего Лишь успехи от них езет За небес Матерей И за жен Верно, верно И не каждый из вас вас еще Верно, верно Не бывает без вас оперет Верно, верно, оперет Нет, 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 нет Да без женщин весь свет вам не видел И салить я бокал осужил Пусть для каждой из них наступающего Лишь успехи от них езет Дорогие друзья, и в новом году мы верны традициям голубого огонька И поэтому все желающие могут пройти в наш кинозал АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ